Мы в гостях у Олега Панфилова. Ну если считать гостиничный номер, домом, временным, то да. Ну да. И хотелось бы узнать, с какой целью вы ездите так часто в Киев? В чем причина? Ну цель одна – это Украина. То есть раньше я в Украину приезжал по разным надобностям, или тренинги проводить, или участвовать в каких-то конференциях. А то сейчас цель одна – это взаимоотношения Грузии и Украины. Ну конечно я никогда не был министром, никогда не был государственным чиновником. И большая часть грузин, которые сейчас приезжают в Украину, есть уже обязанности, работа, и уже ответственность. Те, кто работает в правительстве, те, кто работает советниками, или например у нас уже есть такой молодой вице-губернатор Ровенской области, или Илья Гонти. Моя цель не очень определенная, но в этом случае я буду раздавать интервью, как вам. А с другой стороны, всегда пытаюсь объяснять украинцам, что такое грузинские реформы, и как к этому нужно относиться. Как бы не были какие-то исторические отношения между грузинами и украинцами, а недавние, по крайней мере, с начала 19 века в Грузии живет огромная община украинцев, перевезенных в первой половине 19 века, из Полтавской губернии, из Запорожья. И до сих пор украинская община в Грузии, она живет такой полноценной жизнью, но правда уже не украинской, но грузинской. Как-то помнит о своих корнях. Например, у нас министр здравоохранения, нынешний Давид Сергеенко. Ну и вообще-то много таких людей. Иногда удивляешься такому странному сочетанию, как Тенгиз Гоголь, Шота Шевченко, или Гиви Мартыненко и так далее. У нас есть другой фактор, который влияет на развитие наших отношений современных, это Россия, потому что и Грузия пострадала от России. И тогда, когда Россия оккупировала часть Грузии, Абхазию и Южную Осетию, то в Грузии всегда напоминали Украине, что у Украины есть такой же проблемный регион, это Крым. И рано или поздно Россия попытается его захватить, что в принципе и случилось. Поэтому все происходящее в Украине сейчас для грузин точно так же близко принимаемое к сердцу, как и свои проблемы. Поэтому наши юристы, наши специалисты по реформированию правоохранительных органов, по администрированию и так далее, они все здесь. Включая и военных, которые воюют на Донбассе, которые передают свой опыт, богатый опыт, к сожалению, но военная это совершенно другая профессия. И поэтому отношения Грузии к Украине, тут сложно сказать, в каких родственных отношениях, потому что Украина все-таки огромная страна, по сравнению с нашей маленькой крохотной страной. Но это поистине братские отношения, и все, кто может внести какой-то свой вклад в развитии этих отношений, это делает, в том числе и я. Для меня, наверное, больше все-таки такая информационная составляющая. Так что любой приезд в любом случае полезен и как для Грузии, потому что в Грузии я объясняю, что происходит в Украине, так и для украинцев, когда я объясняю, что происходило в Грузии последние 10 лет, и что можно ожидать от того чуда, которое называют грузинскими реформами. Да, а насколько грузинские реформы можно было бы применить в Украине? Насколько ситуация отличается грузинская от украинской? Конечно, отличается. Вообще, переносить что-либо из одной страны в другую это довольно сложно. Грузинские реформы создавались на основе своих проблем. И ситуация в Грузии в 2003-2004 годах была ужаснее намного, чем в Украине. Это, во-первых, несколько войн против России. Это коррупция, которая не снилась в Украине. Просто украинская коррупция богатая. Все-таки большая, богатая страна. Грузинская коррупция была намного беднее, но намного агрессивнее. Так что ваши бывшие гаишники киевские могли бы работать где-нибудь в театре марионеток, не понимая, что такое настоящие грузинские гаишники. 10 лет назад. То есть есть очень много проблем, в том числе и национальный характер. Все-таки грузинский менталитет отличается от украинского и думаю, что во многом успех реформ как раз в той напористости, в той агрессивной цели, которую достигали реформаторы. Я все эти годы, когда проходили реформы, я с большим удивлением смотрел на своих друзей, чиновников, министров, которые просто работали по 20 часов в сутки. Я их не видел месяцами, потому что невозможно позвонить и пригласить вечером домой или в ресторан, потому что они все время работали. Но вот именно это и определило успех грузинских реформ. Вот если в Украине научиться этой грузинской напористости молодых реформаторов, то тогда, наверное, в Украине все получится. И самое главное, что в Украине случилось то, что я все время ожидал. Это может быть отдельный вопрос в продолжение темы, но я как-то придумал такую теорию шести факторов революции на постсоветском пространстве. И только Грузия и сейчас Украина выполнила все эти шесть факторов для того, чтобы измениться и стать страной современной. То есть перейти на другой уровень. Перейти на другой уровень. Но я не буду перечислять все факторы, там история политической культуры, история государственности и так далее, и так далее. В каких-то странах это есть, в каких-то совершенно нет. Но самый главный шестой фактор, который был в Грузии во время революции Рос в 2003 году, и который наконец в январе прошлого года тоже прозвучал на Майдане. Когда по-моему Юрий Луценко наконец сказал о том, что в проблемах Украины виноват Кремль. Не было секретом никогда, по-моему. Да, но никто из политиков не говорил. И если бы они озвучили это в 2004 году, во время Первого Майдана, может быть, тогда Украина шла вровень с Грузией и стала бы такой же современной страной еще 10 лет назад. К сожалению, тогда это не получилось, то есть никто не осмелился сказать об этом, и наконец это прозвучало на Майдане уже второго. И понятно, что реакция Москвы точно такая же, как и в отношении Грузии. И война это не просто желание России подавить Украину, защитить мифических, русскоязычных, это остановить реформы. Россия делала все в отношении Грузии, начиная с первых результатов реформ, это 2005-2006 год, делала все для того, чтобы остановить реформы. То есть дестабилизировать ситуацию. В 2006 году, когда Россия ввела эмбарго против на поставку грузинского вина минеральной воды, зелени, мандаринов и так далее. В том же году депортация грузин из России. 2007-й год попытка переворота 7 ноября 7-го года под руководством Батли Патаркацешвили. 2008-й год война, 2009-й год акции, 2010-й год огромная акция в Тбилиси с явными признаками кремлевского пиара. 2011-й год акция Нинопур Джанадзе совершенно про московской женщины политика. Я знаю. И в общем это была постоянная борьба Кремля против Грузии именно потому, что Грузия менялась, Грузия становилась намного лучше и современнее, чем Россия. А чем опасен для России сосед, который лучше выглядит? Ну как? Примером? Конечно. В Грузию уже стали приезжать не только люди Запада и удивлялись. По-моему, как-то приехали французы и говорили, что дома юстиции, которые создали в Грузии, это вообще грузинский брак такого нигде в мире нет. Но стали приезжать и люди с постсоветского пространства. Приезжали из Кыргызстана довольно часто, из Таджикистана, из Белоруссии, из Казахстана. Приезжали из Молдовы. Все удивлялись результатом реформ. Все хотели перенять что-то от этих реформ. Но перенимала Молдова это хорошо. Но например когда приезжали чиновники из Центральной Азии, то они конечно удивлялись, но потом разводили руками и говорили конечно нам все нравится, но кто нам позволит это делать, то есть изменять свои собственные страны. Это все было обидно конечно России, потому что Россия всегда имела как бы два вида оружия, с помощью которых это во-первых военное оружие, а во-вторых это идеология. По советские страны постепенно стали уходить. Но там ничего не осталось собственно в этой идеологии кроме Великой Победы и Гагарина. Да, но когда появился проект Русский мир, так вообще с этой идеологией стало совсем все плохо, но тем не менее Россия всегда напоминала такую старую дряхлую ворочливую соседку, которая всегда не нравится, что за стенкой кто-то празднует, кто-то громко включает музыку, веселится, отмечает свадьбы, дни рождения и так далее. Вот для России всегда чужой праздник это было не в радость, это было в год. К сожалению. Ну, это уж к сожалению для России. Для России, естественно. Естественно, для России. А как вот, как вы думаете, Олег, с чего нам начинать эти реформы? С чего начинать, где начало? То есть менять надо практически все. Ну, вот видите, вы сразу задаете вопросы, которые в Грузии никто никогда не сдал. То есть появилась команда, появился, во-первых, лидер, а в революциях всегда должен быть лидер. Честно говоря, когда шел второй Майдан, я сутками с моей женой, она украинка, из Киева, и мы сутками смотрели, почти год. Иногда, когда на Майдане что-то происходило, мы спали по очереди, будили друг друга, вот, смотри, что там происходит. И мы никак не могли понять, почему лидерами Майдана были сразу три партии. Это сразу настораживает. Потому что во всех революциях лидер, в общем-то, должен быть один, должна быть одна политическая сила. Ну, хорошо, в Украине так получилось. Большая страна. Так что, я думаю, что первый успех это команда. Вот, если будет сформирована команда тех людей, которые хотя бы отчасти будут напоминать команду Саакашвили 2004 года, тогда, я думаю, что-то изменится. Второе, то, что у вас есть, то, что не было у нас, это фактор молодежи. У вас фантастическая молодежь. В 2003 только часть молодежи пошла за Саакашвили. А другая часть молодежи была или за границей, или пыталась как-то выжить в той ситуации. Вот, сейчас у вас фантастическая молодежь, я каждый свой приезд встречаюсь или вот со слушателями нашей школы, или просто знакомлюсь с кем-то, я удивляюсь. Это то, чего не хватало Грузии в 2003 и 2004 годах. У вас это есть. И поэтому надо сразу учитывать этот фактор и в каких-то реформах, в государственных программах уже уделять внимание молодежи. Расскажите о школе. Ну, я не могу рассказывать, потому что не я, ее создатель. Создатель Хатия Диконаидзе, она бывший директор полицейской академии, она была министром образования, и когда-то еще в эпоху начала наших реформ она создавала такую же школу в Белисе. И многие выпускники этой школы они потом становились реформаторами, они работали в разных министерствах или министрами, или заместителями министров. Это школа, которая готовит людей, дает им знания современной политики, современного государственного управления, какие-то знания об экономике, какие-то знания о безопасности. Я читаю в этой школе информационное пространство, то есть объясняю и рассказываю о том, что такое цензура, что такое пропаганда, что такое информационные войны, что такое работа пиар-служб, что такое работа пресс-служб и так далее. Все, что связано с информационным пространством, на мой взгляд, это очень важно для деятельности любого молодого политика, потому что разбираться в том информационном пространстве, которое вас окружает, это очень важно. важно отличать качество той или иной газеты, важно отличать качество того или иного телеканала, и самое главное, чтобы научились отличать правду от дезинформации, которой, к сожалению, в украинцах учили медиа до сих пор очень много. Очень много. Мы будем надеяться, что у нас все получится, даже будем уверены. Ну, вообще-то вы сейчас стоите на краю пропасти, поэтому у вас есть два выхода. Или туда, или назад. То назад в смысле встать на крепкие ноги и продолжать жить, а туда это пропасть. Поэтому многим людям в Украине сейчас нужно объяснять, что во-первых, не нужно делать из грузин сказочников. это люди, которые сердцем готовы помочь Украине. Но это не значит, что они все готовы сделать за украинцев. Украинцы сами должны научиться тем реформам и попытаться это применить в Украине. И самое главное, к сожалению, нельзя ждать быстрого результата. Огромная страна и даже в Грузии так быстро не получилось. Неповоротливые механизмы их надо либо ломать, либо как-то перестраивать на ходу работающие. Это тяжело. И то, что говорят наши реформаторы, уже работающие в Украине, и то, что мы видим этого сами, это слишком медленно работающая вот эта новая государственная машина. Надо быстрее раскручивать. Раскручивать. Иначе реформы, они может быть даже и хорошие по своему смыслу содержания, но их медленное воплощение может просто растерять все качества. И вообще нужна информационная поддержка наверное этим реформам, потому что люди не понимают, что происходит. многим кажется, что не происходит ничего. Хотя мы знаем, что делается многое, но это не находитесь. Вот мне кажется, что правительство Саакашвили, которое работает сейчас в Украине, должно справить свою предыдущую ошибку в Грузии. В Грузии реформы шли так быстро, что люди не успевали за ними следить. И каждый день открывались новые дороги, открывались новые гостиницы, открывались новые мосты. И Саакашвили везде открывался, разрезал ленточки. Там каждый день Грузия жила какими-то новыми открытиями. Но очень плохо людям объясняли, что например строительство новых гостиниц на Черноморском побережье это во-первых дополнительные рабочие места, во-вторых это туризм, который будет давать налоги, пополнение бюджета, так страна может развиваться, так страна может становиться богаче. Все-таки нужно помнить, что к сожалению и в Украине тоже есть огромное количество, может быть большой процент, процентов 70 людей, которые выросли в Советском Союзе, они привыкли к информационному пространству еще того пропагандистского стиля прошлого. И надо конечно менять журналистику в Украине. Я всегда это говорю с большим трудом, потому что я знаю сколько украинских журналистов тут же мне в ответ скажут «Ах, ты там приехал нас учить». Нет, я не хочу учить, я хочу обратить ваше внимание на то, что журналистика должна становиться современной, она должна идти вровень с реформами. Если вы создаете современное государство, значит и журналистика должна быть современной. Это тоже отчасти некая ошибка в Грузии. Хотя в Грузии больше всего люди получают информацию из телевидения, и телевидение качественное, и телевидение разнообразное. В маленькой Грузии у нас больше 60 каналов. тем более, что в Грузии Конституции запрещено создание государственных медиа, у нас нет государственных медиа вообще. У нас, видимо, тоже не будет. Но это зависит от вас. Это требования я так понимаю. Если вы все-таки решите, что страна должна быть современной, значит вы должны отказаться от этого. Но тут еще проблема в другом. Проблема языковая. Грузия давно отходит от русского языка. Мне это с одной стороны я считаю, что так и должно быть, потому что к сожалению русский язык давно стал языком политики, а не дружбы и любви. И если есть возможность избавиться от современного русского языка, который стал языком пропаганды, то это нужно делать. И поэтому в Грузии за годы реформ очень много людей, большая часть молодежи просто уже не говорит по-русски. Но зато они великолепно говорят по-английски. Потому что у нас с первого класса обязательное изучение английского языка. Поэтому многие туристы удивляются тому, что особенно из России молодежь не говорит по-русски, но зато они великолепно говорят по-английски. А русский язык, к сожалению, очень сильно влияет на украинское информационное пространство. Не только количеством дезинформации. Я каждый день мониторю украинский интернет. И я вижу, насколько быстро и глубоко проникает российская пропаганда, российская дезинформация, российский стиль журналистики в украинские медиа. Вот это все надо менять. Это надо менять. Я уже как-то говорил о том, что создание Министерства информационной политики это хорошее дело, но оно должно заниматься информационной безопасностью, а не политикой. У нас есть несколько ведомств, которые занимаются безопасностью. Но вот это должно быть серьезным делом, серьезной работой. Я помню, как в 2008 году я занимался информационной войной российской и грузинской. Я тоже этим занимался. Да, но я работал в Совете безопасности Грузии и занимался этим по необходимости. И тогда мы специально заказали коллегам в Украине исследования, которые нас поразили. Больше 70% информации о российско-грузинской войне 2008 года в украинских медиа были из России. Это невозможно. Вот. И поэтому наверное во-первых надо очень тщательно и глубоко проанализировать что из себя представляет информационное пространство Украины. А во-вторых менять журналистское образование, менять отношение журналистов к своей профессии и приводить журналистику в более качественное современное состояние. Но это быстро это невозможно. Это надо начинать делать. Любая реформа она быстро не происходит. Начинать надо. Ну будем начинать. Хорошо. Я надеюсь у нас все получится. Я даже уверен. Я думаю что да. Спасибо вам большое. Пожалуйста.